Паразитоз существует дольше, чем человек. Как всегда, будет 150 тысяч вопросов, что это за лаборатория. Я абсолютно и категорически против домашнего лечения паразитозы. Многие думают, что паразитоз – это гресты. Во-первых, я не паразитолог и не инфекционист. Это раз. Так, Ксюш, привет. Коля, привет. Ой, вы бы знали, сколько трудов мне стоило попросить Ксюшу снять это видео, потому что я каждый месяц говорю, Ксюш, давай что-нибудь снимем про паразитов, давай что-нибудь снимем. И каждый раз ты мне отказываешь. И сегодня я решил сделать ход конем, и я подумал, а давай поговорим о том, почему ты не хочешь записывать видео про паразитов. Для всех наших подписчиков я приготовила специальный подарок. Мы вместе с командой составили для вас список из пяти небанальных ошибок, которые совершает практически каждый из нас. Для того, чтобы получить подарок, вам необходимо перейти по ссылке в описании к этому видео, и вы получите подарок на почту в ту же секунду совершенно бесплатно. Я честно скажу, я читал огромное количество сетей в интернете с симптомами паразитоза. Почему ты не хочешь их озвучить на YouTube-канале? Потому что если ты посчитаешь симптомы паразитоза, абсолютно практически каждый человек найдет в себе симптомы паразитоза. Когда у тебя проблемы со стулом, боли в правом левом подлиберье, у тебя есть аллергия, почесывание, повышенная температура. Повышенная температура, это все относится к паразитозу. То есть к паразитозу можно прицепить, скажем так, присоединить абсолютно любой симптом. И говорить о том, что паразитоза вообще там не существует, есть идеально чистые там организмы, возможно, это не так. Просто есть достаточно сильные организмы, сильное здоровье, которое, во-первых, подавляет их, во-вторых, может быть, они находятся там в каком-то спящем видеом. Ну, то есть паразитоз существует дольше, чем человек, эти микроорганизмы. Поэтому мы находимся в таком симбиозе, скажем так. Вот давай сразу поговорим, что паразитоз. В моем представлении паразитоз, когда у тебя там вот прям такие, знаешь, как вермишель в желудке. Это ты говоришь про глисты, они не в желудке, а в кишечнике. Есть огромные виды паразитозы, есть страшнейшие паразитозы, которые влияют просто на состояние здоровья. Почему я об этом не говорю? Вообще я проходила очень много обучения по паразитозу. Но я это делала для себя, для того, чтобы у клиентов определять вот эту симптоматику, и если нужно, отправлять их на анализы, либо к паразитологам на лечение. И в моей практике таких людей было очень много. Я сама сдаю раз в год эти анализы, но я, кстати, могу их найти, и мы можем их показать. И это не реклама, у нас вообще в России есть одна единственная лаборатория в Москве, которая достоверно может показать антитела к паразитозу. У них есть специальное оборудование, специальные реагенты. Как всегда будет 150 тысяч вопросов, что это за лаборатория. Мы можем ссылку, на самом деле, оставить под видео, если надо. Я не даю никакие промокоды, не надо говорить, что это от меня. Это просто там, где я сама сдаю этот анализ. Это независимая лаборатория в Москве на Малыгина 20. Вот, поэтому хотите сдавайте, хотите нет, у них есть различные комплексы. Вот последний, по-моему, я сдавала на 26 видов, там есть и вирусы, и грибы, и бактерии, и так далее. И он достаточно чувствительный. Если мы пытаемся сдать в обычном СЭС, в обычных лабораториях, там, КАЛ, или какие-то антитела, это бесполезно. Потому что это не чувствительные реагенты, определить это невозможно. И когда я говорю, у вас точно есть паразитоз, и человек сдаёт в обычных лабораториях этот анализ, он будет отрицательным. Потому что антитела повышаются только в резко первый период заражения, а потом они начинают падать, организм к ним условно привыкает, и ты ничего обнаружить не можешь. А как ты понимаешь, что точно есть? Во-первых, по симптоматике. Вот все люди с длительным эндометриозом, с длительным, допустим, поленозом, аллергики, там точно надо искать паразитоз. Плюс я это вижу, например, по общему анализу крови. Я смотрю эозинофилы. Это может быть как признаком аллергии, может быть и признаком паразитоза. Если, например, мы восстанавливаем желчаток или, например, принимаем какие-то травы горечи, которые могут обладать каким-то антипаразитарным эффектом, и я вижу, что на этом фоне растут эозинофилы, я предполагаю, что мы кого-то разбудили, пошевелили и так далее. Но я это делаю очень мягко, я абсолютно и категорически против домашнего лечения паразитозы, давайте попьём что-нибудь для профилактики. А есть прям таблетки какие-то? Ну, есть химия, которая, допустим, даётся, когда есть точный паразитоз. Опять же, что может делать нутрициолог? Первое, если он видит симптомы, он отправляет человека на анализ. Если там кто-то выявляется, он отправляет его к паразитологу-инфекционисту. Но параллельно мы должны подготовить организм к антипаразитарной программе. Мы должны восстановить кислотность, желчаток, потому что мало травить паразитов, надо, чтобы был восстановлен детокс. Потому что токсичные вещества от паразитоза очень серьёзные. И может быть интоксикация, человек может себя чувствовать отвратительно. Поэтому, например, у нас есть клиники, которые занимаются антипаразитарным лечением, куда ты вообще приезжаешь на 2 недели, и тебе делают зондирование, тебе прогоняют желчь, тебя готовят к приёму лекарственных препаратов. То есть, это действительно, если есть, в моей практике у меня были клиенты, у которых был бычий цепень. Это вот огромный такой. Это страшно. Он там, его убивают вплоть до 6 месяцев, и он выходит там часа. То есть, это не хихихаха. Многие думают, что паразитоз – это гресты. Но там есть серьёзные жители нашей планеты. Поэтому, ну и я тоже против того, что везде паразиты, рыбу я не ем, там паразитоз. Ребят, паразитоз не только в рыбе, я хочу сказать. Поэтому мы, да, внимательно смотрим. Мы готовим, мы принимаем все меры, мы там обрабатываем озоном, мы работаем над своим ЖКТ, потому что у нас соляная кислота и желчь – это два самых главных антипаразитарных средства в нашем организме. Если у вас есть проблемы с ЖКТ, вы хоть заподнимайте свои антипаразитарные программы, он будет возвращаться вновь и вновь, потому что вы не побеспокоились о своём, здоровье о своём организме. Поэтому я для сверхи, скажу, хотя я ем рыбу, я ем сырую, как у меня там в комментариях кто-то YouTube написал. Не смотрите вы её видео, она вообще лосось сырой, ест каждый там через день, я за ней слежу. Кто-то за мной следит, но другим не советует. Вот, но не в этом суть. Значит, я ем слабосолёную рыбу, но я уверена, что у меня идеально работает желудочно-кишечный тракт. Я, во-первых, понимаю, что за рыбу я ем. Вот, и, конечно, я могу там что-то не увидеть, не заметить, и тогда я надеюсь на свой организм. Но всё остальное у меня подстраховано. У меня прекрасная еда, прекрасная работа желудочно-кишечного тракта, и раз в год я сдаю анализы, что подтверждает того, что у меня никого нет. Вот я, если правильно помню, где-то, наверное, в первый, второй, третий класс в моей жизни был момент, когда то ли бабушка, то ли мама мне покупали таблетку, там, одну или две, и говорили, типа, раз в полгода, вот принимай, будет хорошо. Это ок или это не ок? Слушай, я, если мы берём там моего Плутона, я не даю ему никаких противопаразитарных таблеток. Ок, если ты знаешь, что, ну, нет, просто для профилактики я не за давать химию. Во-первых, это химия. Есть, на самом деле, натуральные различные средства, там, антипаразитарные, не знаю, там, начиная с гвоздики и заканчивая там тыквенными семечками. То есть, это всё ты можешь на постоянной основе пить какие-то желчегонные травы и тоже поддерживать работу ЖКТ. Ну, то есть, нет, я не за, потому что это всё-таки химия, это нагрузка на печень. Неизвестно, против кого ты это пьёшь. Откуда ты знаешь? Просто так? Потому что на каждой есть достаточно серьёзные. Например, если мы возьмём какой-нибудь апистархоз, вот это, ну, из паразитоза, там, например, который можно получить из рыбы, тебя положат в больницу, и ты будешь под присмотром 3 дня принимать химические препараты, тебе будет параллельно ставить капельницы против интоксикации. Это не хихиха-ха. В моей практике была клиентка, которая взяла, и потом просто она мне прислала эти фотографии. О, ужас, что я наделала, что мне делать. Она купила какие-то сборы, ребёнку надавала эти антипаразитарные сборы, ребёнок покрылся, у него раздражение пошло по всему телу, покрылась вот такая кровяная корочка. Что делать? Вот, потому что ты не знаешь, зачем ты это даёшь. Может быть, у него действительно паразитоз, но ты сдай тогда анализы, отведи к врачу, я к тебе в больницу, сделайте это всё правильно. Но я просто насмотрелась за свою практику вот этих вот, а я запишусь на марафон антипаразитарное лечение. Вот, так делать не надо. Я правильно понимаю, что вот образно говоря, вопрос звучал так, почему ты не хочешь про это снимать видео, потому что, если образно говоря... Во-первых, я не паразитолог и не инфекционист. Это раз, я не залезаю в ту зону компетенции, где я не имею права вещать и говорить, я могу сказать там про какую-то симптоматику. Во-вторых, если я, мои кураторы, мои аналициологи в академии видят, что у клиента все признаки паразитоза, и ни один ученик или клиент не даст соврать, что никакую антипаразитарную программу мы никогда в жизни не назначаем, мы её не проходим и отправляем к врачу. То есть, в теории можно, грубо говоря, наладить свой ЖКТ и его забыть про то, что у тебя там были паразиты? Я считаю, что да. Во-первых, надо пролечить существующих, если, например, они есть, параллельно занимаясь восстановлением ЖКТ, и если ты следишь за своим рационом, ты не делаешь действия, которые вредят твоему ЖКТ, и поддерживаешь функции желудочно-кишечного тракта, то да, я считаю, что бывают вопиющие случаи. Я не знаю, ну, Маша там не даст соврать, мы как-то, по-моему, с Машей снимали видео, Маша – это моя подруга, вот у нас с ней офис, вот она была на Шри-Ланке, и у неё через рану на ноге попали в организм шестосомы, это было на Шри-Ланке, там потому что на пляжах бегают собаки, это всё неограниченно, и вот они передаются скалом. И вот через какие-то раны на ногах они действительно могут попасть в организм, ну, там без вариантов, всё, там больница, там химические препараты, которые там Маша принимала, они прям следы оставляют. Поэтому могут быть такие случаи, я не могу гарантировать, что если у тебя прекрасная кислотность, то если у тебя вот такая история произошла, то, ну, конечно, что, тут лечение и только лечение, вот. Поэтому случаи бывают разные. Паразитоз – это суперсложная тема, потому что их очень много видов, они им выделяют разные токсичные вещества, против них работают разные лекарственные и химические препараты в том числе, и поэтому это надо делать совместно, там, с паразитологом, с нутрициологом и так далее, но не самостоятельно. Самостоятельно мы можем поддерживать работу ЖКТ. Вопросов нет, теперь я понял, почему Ксюша про это не хочет снимать. Спасибо, Коля, закрыли тему. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, не касаемо паразитоза, задавайте их в комментариях, ответим. Всё, что касается паразитоза, я думаю, что можем не задавать. Да. Спасибо большое, что смотрели это видео до конца. За восстановлением желудочно-кишечного тракта я приглашаю всех на бесплатный вебинар «Лаборатория здорового пищеварения». Там мы восстанавливаем кислотность, желчный отток, микрофлору и так далее, и делаем всё от нас зависящее, чтобы у нас не было паразитоза. Коля, я благодарю, что ты меня не сильно мучила этой темой. С вами был Николай, Ксения Чёрная, вы смотрели канал про здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова